Доработанная версия Доработанная версия Доработанная версия Доработанная версия контакта между этими двумя клеммниками сигнализация считается включенной то есть она работает может работать в режиме беззвучном морганием лампочки может работать сиреной собственно также светодиод используется для теста системы то есть вначале включили мигает значит система работает во фронтальной части у нас расположены клеммники для установки датчика цели ну самый распространенный обрывной датчик цели до простонародье растяжка но я использовал провода от 005 до 02 миллиметров и самым оптимальным мне показался 01 потому что он легко рвется но не настолько легко чтобы обрываться от кривого взгляда как 0 05 сожалению поскольку в общем-то это общеупотребимый обмоточный провод который стоит копейки а не какое-то специализированное военное изделие он выполнен желтого металла поэтому видимость конечно но у него выше чем военных и мвд-шных систем типа кувшинка или лиана которые там провода в такой форм в черной изоляции в белой для зимы как это работает конец провода заводим можно обмотать вокруг клеммника можно завести в отверстие после чего затягиваем клеммник собственно разматываем катушку вокруг охраняемого объекта это может быть там холодильник какой-то с едой но я шучу конечно основном это периметр лагеря длина провода эффективная рабочая длина провода чуть ли теоретически пока не километры то есть там какие-то сотни метров размотать вообще не проблема также можно обматывать сколько угодно слоев там вокруг деревьев каких-то чтобы были повороты то есть это вот растяжка не обязательно должна быть сегодня в натянутом положении может где-то провисшая на разных уровнях ее можно делать второй конец нажимаем во второй клеммник нашего устройства тест мы уже сделали сигнализация в принципе рабочая зажали зажали включили эти ничего не светится ничего не пищит поскольку у нас на проводочек целый цепь цела стоит ее только разорвать видите сигнализация начинает работать если бы тумблер был переведен в положении вкл тогда бы еще оно начало пищать соответственно дежурный даже бы если бы он дрых он бы проснулся далее собственно датчики цели могут быть какие угодно которые работают на разрыв цепи первый вариант который пока я вот такой вот он на скорую руку сделан и представляет из себя геркон в термоусадки с двумя вот фишками собственно эти вот фишки вставляются в гнезда на клеммнике геркон нормально разомкнут проверяем контакта нет значит сигнализация сработала берем магнит прислоняем геркону он замыкается то есть если запихать это в более компактный корпус не более компактный просто какой-то такой прямоугольный параллельный его можно там на двойной двусторонний скотч клей например двери одну половину а вторую косяку и при открывании двери сигнализация сработает также это можно ну фантазию на тему можно проявлять бесконечно еще один вариант вот у меня его нет сборе представляет собой просто концевик который работает да когда он нажат нормально замкнутый помог называется то есть когда он нажат происходит замыкание контакта соответственно его можно подложить под что-то под какую-то вещь она на нем лежит контакт замкнут как только ее сняли концевик разблокировался и система сработала теперь немножко поговорим про устройство в общем-то конструктивно что первая версия и что вторая версия сигнализации примерно одинаковые и устроены на одном принципе с работой через один транзистор кт-15 в общем то вот это так схема выглядит фактически в сборе получается что мы подаем плюс сюда минус на левую ногу транзистора а датчик цели у нас также уходит справа и левой ноги транзистор соответственно внутри первой версии которая вот так вот тихонько пищит фактически прям эта схема только без диода и чуть-чуть уменьшенная все вторая версия уже более усложненная во-первых в ней внутри установлен аккумулятор на 1400 миллиампер соответственно плата заряда благодаря чему эта сигнализация может заряжаться через юсби я решил что это хорошее решение потому что батареек сейчас все меньше таскать практически все носимые устройства они оборудованы встроенными аккумуляторами практически у каждого туриста повербанк собой индикация заряда благодаря прозрачному корпусу присутствует потому что там светодиод прямо непосредственно плате заряда пока заряжается красный когда заряжен синий при этом даже в процессе зарядки устройство функционирует далее если поглядеть внутри у нас расположена принципиально та же схема на одном транзисторе только с немного более длинной обвязкой что было добавлено во первых был добавлен светодиод и переключатель самой пищалки собственно выбраны именно такие компоненты как приборные клеммы кнопка микро кнопка и микро же переключатель скорее из такой советской прибор строительной эстетики если применять современные китайские но разве что все кроме клеммников клеммники офигенные то в общем то объем устройства можно еще наверное раза в два ужать вот такая вот в итоге у меня получилось штука еще куда модернизировать ну во первых габариты по габаритам я думаю что можно раза в полтора ужаться что еще из интересного но я не знаю мне кажется страивать датчик с помощью которого можно заряжать это устройство беспроводное это уже идиотизм а вот что можно придумать добрать например в схему генератор сигнала который бы подавал писк на гнездо наушников и использовать его совместно с головными телефонами и еще как вариант возможно опять таки через этот вот аудиовыход подключаться к рации и передавать с помощью другой радиостанции репетира там какие угодно точки всех людей оборудованных этими радиостанциями настроены на эту частоту потому что система сработала вот такая вот на мой взгляд штука интересная мне получил тонну удовольствия все это разгребая ковыряясь третью версию не знаю пока что там в ней делать но если появится обязательно выложу схема устройство есть у меня в блоге ссылка естественно будет приложена а так на этом все спасибо за внимание